Привет, девочки! И так как у меня сегодня отличное настроение, я решилась отснять для вас еще одно видео. Видео будет посвящено моей малюсенькой коллекции ароматов. В основном я покупаю парфюмы, я не покупаю туалетную воду. И приобретения, которые я сделала очень-очень спонтанно, с тех пор, как запретила покупать себе косметику до сентября. Но, казалось бы, да, вылилось это в нечто очень прекрасное, потому что у меня появилось несколько классных ароматов, которые мне очень нравятся. Но давайте я начну. Вы знаете, я скажу так, я совершенно не умею описывать ароматы, поэтому я просто вам, ну, как потом вставлю какие-то нотки, нотки чего в этих. Потому что, вы знаете, я читала одно описание, там было написано, что там есть какие-то там нотки бергамота. Вы знаете, я знаю только черный чай с бергамотом и знаю, как пахнет этот черный чай с бергамотом. Как сам бергамот пахнет, я не знаю. И там я знаю, как пахнут некоторые фрукты, да, как пахнут некоторые цветы, но вот этой всей большой линейки запахов я с ними просто не знакома, поэтому мне это ни о чем не говорит. И как робот описывать я вам не хочу, а просто вот именно покажу, что у меня есть. Короче, если вы очень искушены в ароматах, то, наверное, вам не очень будет интересно. И давайте я начну с того, что не только то, что есть, а с чего я вообще начала знакомиться с ароматами. Вы знаете, я не тот человек, который вот каждый день пользуется какими-то ароматами. Мне больше всего меня устраивает запах чистого моего тела, когда нет никаких запахов, честно говоря. Это мой вот идеальный аромат. Я себя с ним чувствую комфортно. И в буднях я чувствую, в буднях я обычно пользуюсь просто антипреспирантом Рексона. И сейчас я вам покажу. Это обычный антипреспирант хлопковый. У него очень ненавязчивый запах. Вот им пользуюсь, им не хватает. Мне нравится, что я не потею особо сильно. То есть, если, конечно, там, я не знаю, заниматься спортом и пользоваться, то все равно потеешь, но не так сильно, как если им не попользоваться. Но для особых случаев, конечно, я хочу пахнуть особенной. Хочу пахнуть тем ароматом, который нравится безумно мне. Я хочу, потому что аромат, он создает такое особенное какое-то настроение. Это такая небольшая добавочка, чудесное настроение, которое создает, которое будет дополнением к последующему воспоминанию об этом каком-то событии. И первый аромат, в который я влюбилась, и я им пользовалась просто, если у меня была возможность, но который и флакончик я не покупала, это аромат Жадор. Жадор Атланком. Я помню, тогда я с ним познакомилась на Шан-Залезе. Тогда мы с девчонками поехали первый раз в Париж. И когда мы гуляли на Шан-Залезе, там есть очень большой магазин парфюмерный, и мы зашли, начали что-то там пробовать, пшикаться, и я попала на вот этот Жадор. И я так в него влюбилась, потому что это был настолько мой запах. И после этого я могу сказать, что я подсела на него 5 лет. Но на тот момент для меня это были громадные деньги, потратить их на какую-то пахнущую водичку, это было ноу-го. Поэтому, конечно, я просто ходила по парфюмерным магазинам и пшикалась этим Жадор с ног до головы. Когда была, выпадала минутка, благо здесь очень много по Германии таких магазинов парфюмерных. То есть пахла я очень часто, прекрасно. И в один прекрасный момент просто уже эта любовь, скажем, я все еще люблю этот аромат, но пользоваться им не хочу, мне надоело. Но где-то любовь у меня длилась около, по-моему, лет 5. Потом, девочки, у меня был еще один аромат, который сняли с производства, к сожалению. Я его нашла в магазине Кауф Хофф, случайно попробовала. И я просто, мне снесло голову, это был аромат Томфар. Флакончик я хранила, я не знаю, сколько уже лет, лет 7-8 я хранила, и вот совсем недавно я все-таки решилась выбросить. И флакончик был 30 мл, стоил он 12 евро. Потом я опять ходила его искала, я повторяла его два раза. И что особенно сильно чувствовалось и преобладало в нем, это запах апельсина и запах ванили. Я обожаю апельсин-ваниль, но еще там, конечно, запах был более такой богатый, но он был, как вам сказать, он был больше такой цветочный, легкий, свежий. И через, в принципе, через час я уже его не чувствовала, но мне говорили, что я очень вкусно пахну. То есть для меня он становился вполне естественным запахом, а для других людей он все еще существовал. То есть это все-таки был парфюм такой, не туалетная вода. Я, конечно, очень сильно горевала, когда я узнала, что его сняли с производства в интернете. На тот момент уже тоже его невозможно. Когда я очухалась, когда я пришла в себя и думала, надо где-то его искать, его уже нигде не было. Вот, потому что это очень бюджетный, очень качественный был аромат. И хитрость, которую они тогда сделали, почему я просто пошла и купила его сразу. Я сначала попробовала его на запястье, и тестер был настолько интенсивным, что я три дня с ним ходила, при том, что я мыла руки и принимала душ. И все равно у меня остался этот запах. Это, конечно, была отличная хитрость. Аромат вот так едко он не держался, как этот тестер, то есть сам парфюм, который вы покупаете. Вот, это были мои вторые любимые духи. И после этого у меня не было любимчиков вообще. То есть как-то Жадор мне поднадоел, этот я не могла купить. И все остальные, которые я пробовала, должна сказать, что когда я слышу эти ароматы на своих подружках, знакомых и просто в толпе, мне очень многие ароматы нравятся. Но когда я иду в магазин и пробую его на себя, я задыхаюсь от очень многого. Меня прям подташнивает, начинает настолько мне неприятно на моем теле становятся эти ароматы. Поэтому, конечно, это настолько, настолько личное, настолько личное, я даже не знаю, личное восприятие. Я знаю, что коряво слышится это на слух, но это то, что я имею в виду, что это настолько зависит от вашего восприятия, чувств ваших, что аромат может вам просто совершенно не подойти, хотя сам по себе на ком-то он вам будет нравиться. И мне тогда, тогда я выбрала себе, но не могу сказать, что он любимый, вот такой аромат. Это аромат парфюма, это духи, это французские духи, которые были представлены в магазине Rossmann. Сейчас их можно купить на Амазоне, но так как я, ну как видите, я неплохо, у меня было настроение на этот аромат. И при том, что я не пользуюсь духами ежедневно, а периодически. Это аромат Atom Art, наверное, Arom Art. И здесь всего лишь 30 мл, мне его хватает. Я могу его докупить через интернет, и, по-моему, стоит там большая такая бадья, около 20 евро можно купить, и если прямо мне очень-очень захочется, то я его приобрету. Здесь преобладает запах лилии, и на самом флаконе, по-моему, здесь и сама крышечка также изображена в виде лилии, и сама упаковка, она не тоже лилии изображена. И знаете, что самое интересное? То, что когда я не знала запах лилии, мне просто понравился именно этот запах, а потом я оказалась в магазине цветов, покупала цветы, и я почувствовала, понюхала запах лилии, и это было реально вот это вот. То есть настолько здесь реалистично отражает запах цветка, что, да, в принципе, если вы хотите запах лилии, блин, вы знаете, очень вкусный, очень вкусный, но тоже легкий аромат, то есть он не настолько богатый, что я от него не задыхаюсь, то это вот этот вот аромат. Если я найду в интернете упаковку, я вам ее вставлю. Следующие духи, которые я купила, это из лимитированной коллекции Ивраше. Как видите, я не очень много израсходовала, потому что это очень насыщенный аромат. Это реально тот аромат, от которого я обычно задыхаюсь, вот из этой серии. Серия была в 2012 году, я, по-моему, покупала, либо 2012, либо 2013. И я пользуюсь этим ароматом каждую зиму буквально раза три за зиму, не больше, ну, может быть, четыре. И надо вот просто пшикнуть один раз его на себя издалека, и его хватает, его вам реально хватает. Поэтому расходуется он очень, очень так медленно. Здесь очень большой набор ароматов, здесь есть и апельсин, и ваниль, и яблоко, и еще какие-то ароматы. И в общем, как вам сказать, если какая-нибудь старенькая бабушка в какой-нибудь Париже ходила и пахла, я бы представляла, что она пахнет именно вот так вот. Вот вы понимаете, насколько это интенсивный и насыщенный запах. У Ивраше, кстати, очень и очень неплохие ароматы. Но единственное, что вот надо найти более-менее по вкусу. И они каждый год элимитированное что-то выпускают, наверняка выпускали что-то подобное. Года через два, ну, где-то года три назад, я купила вот этот аромат. По-моему, я даже в покупочках показывала. Это аромат жасмин. Он называется тендер жасмин. Жасмин по-русски прочту, ладно? Не буду выпендриваться. Вы знаете, я им тоже пользуюсь в основном только летом. Видите, израсходовала я тут тоже немного. Здесь реально есть наверняка эссенция натурального, натурального цветка жасмина. Почему? Потому что летом на меня летят пчелы. Я уже не первый раз это замечаю. Они прилетают, покрутится эта пчелка, она растерянная. Она думала, летит на аромат цветка, и она понимает, что я обманули. Поэтому здесь вот реально и в Роше молодцы наверняка добавляют что-то реально, реально. Сколько раз я повторила слово реально. Короче, что-то натуральное они туда добавляют. И еще один аромат, который у меня есть, который я тоже очень редко использую. Это был подарок от моей сестры. Флауэрпати называется. Это лимитированная коллекция, которая называлась Флауэрпати, и мне подарила сестра. Очень такой тоже легкий, приятный аромат. Если найду описание, я вам вставлю его. Ну, на все ароматы вставлю. Но, опять же таки, что у меня бывает 3-4 раза за лето, за весну, вот такое настроение, что хочется попользоваться им. И потом все, он у меня лежит. Но, следующий аромат, который я вам покажу, это аромат, который я... Так, я попробовала его в каком-то журнале, был пробник приклеен. Я его попробовала, думаю, господи, это что-то, это что-то необыкновенное, я хочу так пахнуть. Я обтерлась этим пробником, вообще вся обтерлась. Это... Я редко запоминаю название ароматов. Это был второй после Жадор, который я вот запомнила, он у меня сразу отпечатался в памяти. Это парфюм Эллен. Вы знаете, он тоже очень насыщенный. Ему тоже уже, я не знаю, года... Ему года 3 уже, но я, как видите, водя здесь большая, здесь, знаете, сколько? 90 мл. Я израсходовала половину. И это при том, что я его использую реально по каким-то особенным случаям. И его тоже нужно немного. То есть, вы один раз пшикнули вот так издалека, и вам хватит его. Если вы на какой-то шарфик его тоже распылите, его вам хватит вообще на всю неделю. Ну, короче, это шикарный. Девочки, это реально мой аромат. Я помню, как я где-то месяца два им не пользовалась, и у меня пришла коллега, я ее долго не видела. Я говорю, господи, что же это за божественный аромат, и так вкусно пахнешь. Она говорит, Эллен. Ну, я говорю, блин, у меня тоже дома, Эллен. И это тот аромат девочки, который я буду докупать, когда у меня она закончится. Я еще раз его повторю, и оно стоит каждого цента своих денег. Ну, я думаю, что каждый человек может сказать про свой любимый аромат то же самое. Это вот все ароматы, которые у меня есть на данный момент старички. И давайте перейдем к тому, к чему я вела все это время. У меня появился новый аромат. Аромат я первый раз покупала реально вслепую. Все вот эти ароматы, кроме вот этого подаренного сестрой, я их тестила. Я могла потестить, я их несколько дней носила. Некоторые я носила сначала где-то несколько месяцев. Периодически пыталась посмотреть, действительно ли мой аромат. Потому что какой смысл покупать аромат, который ты не сможешь переносить на своем теле. И это первый раз, когда я купила по обзору блогера. Но это был не блогер, который рассказывает об ароматах. Это была девушка, которая просто рассказывала, вот она пользуется этим. И она так красиво об этом сказала, что я полезла в интернет смотреть, что это за аромат. Почитала описание. И мне очень понравилось описание. И когда я увидела цену. И я сравнила ее с ценой. Там была очень хорошая скидка. Сама по себе, по-моему, 40 с чем-то процентов. Плюс еще можно было добавить 10% зимнюю распродажу. И она мне обошлась в 50 с чем-то евро. Короче, 50% скидка была. Так она стоит 100 с чем-то евро. Этот аромат. И не буду тянуть кота за хвост. Это кучераж, девочки. И сначала, когда я получила, я сразу хотела им обшикаться. Вы знаете, я подумала, что я совершила самую большую ошибку. Самую большую покупную ошибку, которую я могла совершить. Потому что 50 евро потратит на аромат, который вам совершенно не понравился. Я подумала, что я теперь буду с ним делать. И в моем окружении никто не будет носить этот аромат. Он очень насыщенный. Но он реально, как эта девочка рассказывала о нем, так и есть. Он гипнотический. Он настолько насыщенный. Но он не удушает вас. Он интересный. Он очень интересный. Если есть возможность в магазине его попробовать, попробуйте. Но, знаете, я бы вам советовала куда-нибудь на рукав его, чтобы можно было потом снять эту кофту. Почему? Потому что сначала он мне нравится совершенно. Он мне совершенно не понравился. Он показался мне каким-то перенасыщенным, слишком интенсивным. Но потом, когда он немножечко полежал, он полежал на моем теле, на моей одежде, он начал раскрываться. И тогда я просто влюбилась в него. Я не жалею тоже, что я его купила. Это самая моя лучшая спонтанная покупка. И особенно я безумно счастлива, что я так угадала, что касается аромата. И, знаете, в принципе, ну я знаю, что 50 евро, в принципе, для аромата это много. Но если без скидки, то я могла бы его купить и за 100 евро. Но за 100 евро, честно вам, девочки, признаться, я ни один аромат никогда в жизни не куплю. Я готова потратить не больше где-то 60 евро на аромат. Так, это сейчас, раньше я этого, к этому не была готова. Вот, это аромат, который мне безумно понравился. Также вставлю вам в описании, если вам интересно. Но вы, в принципе, и сами можете поискать, если заинтересовал. Да, я согласна с тем, что он зимний аромат. Ну, то есть, в жару его не поносишь. Но сейчас я весной буду его все равно носить, пока у нас прохладно. Следующий аромат. Потом я решила, что да, я хочу еще купить пару ароматов, но не себе. Хотела купить их в подарок. И один пойдет действительно на подарок. Я его сразу покажу. У меня есть подружка, которая обожает ароматы. Она просто скупает, скупает все на свете. Но тоже определенные на ее вкус ароматы. И я заметила, ну, у нее нет разницы. Она покупает и очень дорогие, и покупает бюджетные. То есть, у нее есть и Эйвен, и у нее есть и Гучи Мучи, и так далее. Я хотела что-то подарить очень красивое внешне. И чтобы это было похоже на ее вкус. Она очень любит цветочные ароматы. Я остановилась по описанию. Я остановилась на вот таком вот аромате. Я, если честно, я не знала ни вот эту вот марку, и ни название этого аромата. Очень большой. Произведено, конечно, во Франции. И покупала я тоже с очень хорошей скидкой. То есть, сам по себе он стоит, я не помню, честно говоря, сколько. Отдала я за него 35 евро. По-моему, он стоит 50 или 60 евро. Смотрите, какой шикарный, шикарный дизайн. Я уверена, что моей подруге по дизайну однозначно понравится. По запаху. Запах у него действительно цветочный. Знаете, что мне он напоминает, если честно? Сейчас я понюхаю. Я его просто один раз пшикнула, чтобы понять, я могу это вообще подарить или нет. Он мне напоминает душистое мыло. Душистое летнее мыло. Я не знаю, раньше, по-моему, у Дуру такие были. Вот такой запах, только он более дорогой, что ли, менее синтетический. Вот такой вот примерно аромат, такой, да, средний между душистым мылом с цветами и мыльными пузырями. Мыльные пузыри еще иногда так пахнут. Но действительно такой цветочный аромат, я уверена, что ей понравится. И дизайн шикарный. Тоже, девочки, описывать аромат, ну, вы слышали, как я сейчас вам его описала. Я, в принципе, все ароматы так описываю. И я еще думала ей подарить либо этот, либо вот этот. То есть, нет, сначала я заказала вот этот. Obsession от Calvin Klein. Я знаю, что она Calvin Klein тоже очень любит носить. Я не хотела покупать ей то же самое, что у нее уже есть. И посмотрела, какие есть варианты. Описание было вот этой вот водички, что она тоже такая цветочная. То есть, у нее преобладают цветочные ароматы. И меня привлекла, конечно, и цена, и дизайн тоже, в принципе, симпатичный. Но менее, конечно, молодежный, может быть. Но, девочки, когда я его понюхала, сначала мне пришел этот аромат, а потом я заказала вот второй. Потому что я поняла, что этот дарить ей не стану. Он оказался таким более тяжелым. Он, да, он цветочный, но он тяжелый аромат. И, знаете, вот таким вот обычно прыгскают, чтобы моль не летела на пальто, на шубы всякие, на шерсть. Вот такими вот ароматами распрыскивают. Потому что, ну, она точно не будет таким пользоваться. А я подумаю. Может быть, знаете, время пройдет, и у меня вкус немножечко изменится. Потому что я замечала за собой. У меня тоже такое есть. Может быть. Может быть. Еще аромат один, который я купила. Это очень бюджетный аромат. От марки Полис. Тоже узнала случайно. Амазон мне предложил. Я почитала отзывы. А, нет, я на другом сайте почитала отзывы. Потом пришла на Амазон. На Амазоне тоже. И все отзывы, которые были, только положительные. Мне понравился дизайн. Я решила просто из-за дизайна его заказать. Там есть в трех вариантах. Белый, черный и фиолетовый. И должна вам сказать. И вот этот, девочки, аромат, он, знаете, какой на... Я сейчас попробовала его на платке. Он цветочный. Он совершенно летний. Вот такой вот легкий, свежий, летний аромат. Я не могу сказать, что он прямо... Я на него подсела. Я безумно не жалею, что он у меня есть. Я его попробую попользоваться им летом. Но он мне обошелся очень-очень бюджетно. Поэтому я вообще, пожалуйста, не могу. И он, знаете, есть... Я иногда слушала девочек и гуру парфюмерии. Вы знаете, они говорили про некоторые парфюмы, что меня немножечко обещало, что они дешевые парфюмы. Дешевые, это дешевые. Для меня дешевый парфюм, когда вы чувствуете, покупаете из-за запаха его, а потом, когда его распределяете, да, там, я не знаю, на любимые свои зоны, аромат улетучивается, остается запах спирта, который как будто вы чуть ли не водкой какой-то на себя опрыскали. Вот это, я считаю, это дешевый аромат. Все остальное это дело вкуса. И нет такого... Вот этот стоил 200 евро. Это дорогой аромат. У него необычная, богатая такая, насыщенный букет. И ароматы вообще самые лучшие. А вот этот, купленный за 20 евро, фу, дешевка. Ой, какой у него запах. Ой, это совершенно для неискушенность. Для какой-то... Для того, кто вообще не понимает ничего в ароматах. Ну, что-то подобное я просто слышала, и мне стало немножечко обидно, потому что, ну, я так совершенно не считаю, аромат это настолько дело вкуса. И если некоторые более бюджетные ароматы, например, у Essence иногда, я такое встречала, пробником пользовалась, они просто выветриваются очень быстро. Вот в чем может это еще, как бы, цена может быть более такой дорогой за счет того, что аромат очень стойкий. Я не знаю, как они добиваются этого стойкого аромата. Ну, вот некоторые, да, выветриваются, но если аромат приятный, так им можно и каждые 2 часа пользоваться. Но для меня вот дешевый аромат, это тот, который вот исчезает потом и остается какой-то неприятный запах. Вот это, да, дешевое. Все остальное для меня дело вкуса. И, девочки, еще одна моя спонтанная покупка. Мигает у меня батарейка. Возможно, сейчас сядет. Я купила ее по предложению Амазона. И я настолько не жалею, настолько. Это было попадание в десятку. Я купила его из-за дизайна. Коробка вот так вот выглядела. Матрешка. Я обожаю матрешки. У меня, правда, в доме нет только одна матрешка. Маленькая лежит. Но я мечтаю поехать домой и купить себе большую куклу-матрешку, чтобы там было 20 штук матрешек. Обожаю вот такое вот все. У меня сережки еще есть с матрешками. И я клюнула, конечно, на дизайн. У самого флакона дизайн следующий. То есть у него здесь уже куколка не нарисована. Но дизайн тоже такой интересный. Здесь надпись немножечко такая а-ля советская. Девочки, за вот этими ароматами, а-ля дешевыми, бюджетная стоимость у них, если по отдельности вы будете на Амазоне покупать, они стоят 10 евро за 35 миллилитров. А все три аромата, я все три приобрела, они стоят 20 евро. Получается по 7 евро каждый флакончик. Ну, по 6 евро с чем-то. Девочки, вот это реально. Когда я ищу цветочный аромат или какой-то фруктовый легкий аромат, я именно это имею в виду. Сохраняется аромат, в принципе, не весь день держится. Не как там Эллиен у меня держится, да, или вот этот кучераж. Нет, его нужно где-то каждые 3 часа немножечко обновлять. 3-4 часа. Но если на одежду, то на одежде он, конечно, намного дольше сохраняется. Возможно, кожа его быстрее впитывает. Но ароматы. Короче, я не буду очень долго все это вам рассказывать. Красный. Оставлю вам описание, но, потому что я чувствую, это аромат клубники и малины. Вот что-то такое ягодное. Очень классный, легкий аромат, ненадоедливый. Еще один я купила. Вот фиолетовая коробочка такая и фиолетовый флакончик. Он называется Magic. Если вот этот Red, он так и называется, красный, то вот этот называется Magic. И этот Magic, он по запаху как будто здесь есть и сирень, и какие-то вот такие вот полевые цветочки. Но вот этот вот более сладкий, вот этот мелья сладкий по аромату. Ох, классный, классный. Я им с таким удовольствием буду пользоваться, и девочки я однозначно обновлю. И третий аромат это голубой. Он так и называется Blue. И он, знаете, свежий. Он очень свежий. У меня такое ощущение, что здесь есть огурец. Вот что-то такое вот очень освежающее. Вот эти вот ароматы, это просто уже сейчас мои хиты. Посмотрите, какие они необыкновенно красивые. Они очень компактные. То есть их можно просто положить в сумку, достать, попользоваться, обновить этот запах. И вообще не переживать, он не навязчивый, он не тяжелый. То есть если, например, вы его распылите в общественном транспорте, вам никто не скажет, девушка, здесь и так душно, и вы еще духами своими. Такого вам никто никогда не скажет, потому что они реально очень легкие. Легкие именно по восприятию. То, как вы их, я не знаю, воспринимаете. Ладно, я не буду больше, я не умею. Я калека, я парфюмерная калека, которая совершенно не умеет описывать парфюмы. Девочки, вот обратите внимание, если где-то, я не знаю, на каких сайтах. Я знаю, что Амазон в Россию, по-моему, он только книги продает и ничего больше. Если на каких-то других сайтах вы можете посмотреть вот этот аромат. Вот реально он стоит 7, 7-10 евро, не больше, 35 миллилитров. И называется он следующим образом. Так называется. Девочки, он просто шикарный. Действительно, для тех, кто любит так же, как я, легкие какие-то, там, я не знаю, фруктовые, ягодные, цветочные, или вот как аромат огурца. Вот это то, что вам нужно. Все, девочки, камера садится. Всем хорошего дня. До следующего видео. Пока-пока. Девочки, кстати, когда я дала попробовать вот этот аромат моей подружке, которая разбирается, она не смогла мне сказать, но она сказала, это не дешевый аромат. Это дюб какому-то очень дорогому парфюму. Она сказала, что в определенный момент все носили вот этот парфюм. Так что попробуйте. Вы, может быть, вы знаете, потому что я в этом совсем не разбираюсь. Но аромат вообще шикарный. Все, что я хотела вам сказать. И еще маленькое такое включение тоже про мужские ароматы. Если вы терпеть не можете в мужских, так же, как я, ароматы елок, я вот эти, я люблю сосны, сами по себе где-то. Вот если в квартире так пахнет, но аромат... Короче, девочки, я была на одной выставке. Это была выставка, посвященная Volkswagen Juke. Там все вокруг этой машины было. И там была одна вещь, там можно было моторы послушать, ну такое интерактивное немножечко, очень интересно было. И были представлены ароматы от спортивных машин разных марок. Там аромат Lamborghini, аромат там еще одного. И я безумно мне понравилась. Я просто отойти не могла. Меня подружка практически совершенно не могла тащить от банки с ароматом Ferrari. Я подумала, это, наверное, раньше ретро такой аромат был. Нет, он и сейчас есть, представляете. Вот, если у вас есть возможность, попробуйте аромат Ferrari мужской. Обалденно, я просто от него тащусь. Классно.